Сразу по выходе с выставки Валерия Мошкина я обнаружил удивительное совпадение. Оно отразилось даже в названии выставки «Между двух миров». Действительно, вход в наш музей оказался между двух выставок. Слева была выставка великолепных гравюр, настоящих гравюр Валерия Мошкина, а справа была выставка имитаций так называемых фотогравюр. И я предлагаю свои рассуждения, которые я делал там. Ну, а теперь про эту странную выставку именно на контрасте с Мошкиным. Меня спросили, почему вы не пришли на эту выставку. А я сразу сказал, что, а вы знаете, у меня уже одно название, вот это вот фото-гравюра, оно меня оттолкнуло от этой выставки, потому что для меня все, что связано с фотографией, очень сильно пахнет антиискусством. Да, так. Я об этом много говорил, много писал. Так вот, чистая фотография, действительно чистая фотография, да, она может претендовать на искусство фотографий. Да, там есть возможности для творчества. И, конечно, гораздо меньше, они гораздо сложнее, чтобы фотографу стать художником, при этом не бросая свой инструмент в фотографию, при этом не отказываясь от реальности. Ведь фотограф без фотоаппарата и без реальности, в которой он находится, окружающий он, предстает быть, собственно, фотографом, и опираться на технику и на реальность, это его суть. Ну, в общем, я уже много говорил, что у фотографов очень много искусства и очень мало искусства. Но совсем для меня отвратно, когда фотографию подделывают под гравюру. Вот это мы здесь видим. То есть взять фотографию и из нее сделать гравюру. Вы понимаете, это технически очень просто. Это очень просто. Творчество здесь нет никакого. Здесь есть чисто технический прием. Ходи по городу, фотографируй, выискивай красивые, ну, по городу или еще куда-то, отыскивай красивые существующие пейзажи, да, просто фотографируй их, а потом переводи вот в этот псевдограммёрный язык псевдо. Мы все погрязли фальши в симуляках. И вот когда таким симуляком становится человек, называющий, видимо, потендующий на должность художника, название художника, то мне это неприятно. Вы знаете, я за то, чтобы вот все ли бы честные, частные фотографии, сами по себе, как они есть, не были бы они сделаны под гравюру. Это было бы понятно. И вот сравнение. Теперь вот в том зале, мы находим, висят гравюры настоящие, Мошкин, которые мы сейчас видели. Как бы я по-дружески не кроломал на что-то, да, но это мастер, это художник, но 200-процентный. Там нет никаких сомнений. И вот напротив в зале вот эти то ли фотографии, то ли какие-то гравюры, ну какие они гравюры. Я понимаю, что это сделано с техническими средствами, сегодняшней компьютерной техникой и так далее. Причем, почему-то фотография при сегодняшней множительной технике, там, серок, всякие принтеры и так далее, на мой взгляд, совершенно глупо загонять это в технологию печати, средневековую печать. Ведь технология гравюры появилась как потребность тиражирования за неимением принтера. Вот. И потом она нашла свой собственный язык, да, вот оформленные, цитинги, да, это были технологические способы получения тиража. Какая же глупость сегодня, имея возможность тиражировать, то есть решив эту проблему современными средствами, возвращаться в тиражную графику прошлых веков, соединяя, это еще соединяет, в общем-то, не собственные фантазии, а просто с фотографией. Ну, то есть вот для меня это вот. И я бы по большому счету даже сказал, что в музее художественном это должно быть. Я уже как-то критиковал за то, что в залах художественного музея делают выставки фотографов. Ну, фотограф куда ни шел. И, наверное, даже такие выставки могут быть. Хотя для меня музей, это должен быть камертоном настоящего высокого искусства. А подобные выставки вот этих фотографий суррогатов, симуляторов, псевдогравюр, якобы гравюр, якобы художников вправе делать галеристы современного искусства показывать. Ну, собственно, вот эта галерея он все называется галерея современного искусства. Ну, бог с ними, пускай они здесь висят. Но должен быть человек, который бы все-таки разграничил. Где художник, где не художник. Вот я тут человек. И я говорю, вот там, Мушкин, это искусство и художник. Здесь это фото-гравюра, это халтура, симулятор и фальшивка. Ну, что ж, сегодня в залах этого музея два крыла. Заходите налево, там искусство и Мушкин, заходите направо, современная фальшивка, подделка и, ну, не знаю, красивые картинки, дизайн. Там искусство, здесь технический дизайн. Сегодня 14 августа 2019 года. Все. Все.